Вертикаль. Этот фильм стал культовым, несмотря на то, что это была дипломная работа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. И именно после выхода этой картины на экраны Владимир Высоцкий получил широкую популярность, а его песня стала петь вся страна. Но знаменитая композиция «Скалолазка» в фильм не вошла, и считается, что именно Маргарите Кошелевой была посвящена эта песня. Как сложилась судьба этой удивительной и невероятно талантливой актрисы. Она родилась в Москве и с детства мечтала стать балериной. Маргарита даже окончила хореографическое училище Большого театра СССР, а через год состоялся дебют нашей героини в картине Катя Катюша. Фильмография актрисы насчитывает чуть более 20 картин, но Кошелева никогда не жаловалась, что не смогла реализовать себя в профессии. Она всегда скромно ждала, когда ее пригласят сниматься, а приглашали, к сожалению, достаточно редко. Одной из первых ее работ был фильм «Вертикаль», где Маргарита исполнила роль альпинистки. Она приложила массу усилий, чтобы физически подготовиться к съемкам, и сделала это не зря, ведь даже через полвека эту картину любят и смотрят. А вот замуж наша героиня вышла за режиссера Артура Войтецкого и переехала с ним жить в Киев. Но великой артисткой со званиями и правительственными наградами она не стала. Супруг не снимал Маргариту, а она не напрашивалась. Кошелева была скромным человеком и также скромно ушла. В последние годы она едва сводила концы с концами. Пенсии постоянно не хватало, а она не приучена была просить или ходить по различным ток-шоу и рассказывать о своем или чужом грязном белье. Она была мягкой, спокойной и добродушной женщиной. Маргаритой Кошелевой не стала совсем недавно, она ушла на 76-м году жизни. Очень жаль, что судьба отмерила ей так мало ролей в кино. А как вы думаете, может надо быть в этой жизни понаглее? Тогда возможно получится поймать удачу за хвост? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ